Что вы знаете о Дане? Большинству геймеров будет трудно найти ее даже на карте. В основном эта страна известна двумя вещами. Лего и лосось. Некоторые говорят, что кубики Лего на вкус как лосось, но этим людям в основном не больше трех лет. Те, кто постарше, лижут картриджи от Нинтендо, чтобы ощутить хотя бы частичку Японии. И сегодня мы сфокусируемся на двух отдаленных странах, у которых, на первый взгляд, мало общего. Заваривайте чай, вы на канале Нинтендо, и мы начинаем. Здесь могла бы быть ваша реклама. Да, именно твоя, дорогой рекламодатель, с магазинчиком Лего. Но ты почему-то оказался в другом замке. А за все эти коробки, ну кроме вот этого Баузера, он мой. Спасибо нашему замечательному подписчику Михаилу, который не побоялся дать их в мои руки. Но жалко, что придется их вернуть. Вернемся в чудесный 2020 год. Лего Марио Тайм! Именно тогда Лего и Нинтендо объявило о совместной коллаборации и объединили две сверхпопулярные франшизы Лего и Марио. Казалось бы, объединили и объединили, но давайте все же разберемся в том, что это за компании такие и почему их продукты стали такими успешными. Компания Лего была основана еще в 1932 году. Ее название переводится как «Играй хорошо». Это и было ее основным принципом. За все это время Лего пережила множество кризисов, но из раза в раз у нее получалось адаптироваться и радовать детей по всему миру, в том числе и из России. У нас Лего стало известно благодаря набору из нескольких деталей в волшебном сундучке Milky Way. О больших наборах детворе 90-х приходилось только мечтать. Интересный экскурс в прошлое. В 96-м году или там в 95-м я очень хорошо следил за курсом доллара, потому что все Лего было привязано к условным единицам. И я помню доллар по 6 рублей и по 8 рублей, потому что я прикидывал, сколько и каких наборов, насколько больших я смог бы тогда купить. Да, мой самый первый каталог или каталог Лего был именно за 96-й год. Разумеется, у такого успешного конструктора рано или поздно появились клоны от китайцев, которые повторяли наборы один в один. Но Лего смогли обойти своих конкурентов благодаря коллаборациям с известными франшизами. Одно из самых удачных можно считать сотрудничество Лего и LucasArts по, конечно же, легендарным «Звездным войнам». Фактически это стало началом так называемой финансовой стратегии Лего-инвестиции. Не будем сейчас останавливаться на том, что маленькие американцы скупили абсолютно все наборы, но именно и это стало началом. Уникальные наборы продавали по 14 тысяч долларов. Некоторые лимитированные мини-фигурки достигли цены в 30 тысяч долларов, а всяческие соколы тысячелетия запустили просто вал покупок ограниченных версий. И ведь спустя годы они взлетели в цене, и их владельцы озолотились. Ну, о компании Nintendo мы уверены, ну, наверное, вы что-то слышали, раз вы пришли на этот канал. Но давайте посмотрим на стратегии двух компаний. Хорошо заметно, что шаги, которые они предпринимают для популяризации своих брендов, не особо отличаются. У Лего уже давно есть свой Леголэнд, и Nintendo тоже запустили свой парк аттракционов. Случайность? Вряд ли. Но это было лишь разминкой. Вернемся к началу. Два гиганта в мире развлечений превзошли себя и запустили целую серию Лего Супер Марио. Началось все с наборов стартеров. В комплекте входила фигурка Марио с максимальными функциями интерактивности. В нем был встроен датчик, который отслеживает все положения игрушки. Прыгает ли он, лежит или быстро передвигается. Все видно по его глазам. Этот стартер стал входом в мир аксессуаров и всего остального. Без него все наборы превращаются в труху. Что самое интересное, в наших магазинах он еще доступен. А вот в западных уже не везде. Не будем останавливаться на куче аксессуаров. Лишь дополним, что позже появился набор с Луиджи. У него были приблизительно похожие функции. Вторым набором стала NES. Восьмибитная приставка от Nintendo. По характеристикам она похожа на нашу Дэнди. Просто в другом форм-факторе. Шуточку оценили, да? Ну а нам, естественно, привычнее все-таки вид Famicom, которую тайваньцы копировали чуть ли не полностью. А вот в США был другой форм-фактор и картриджи. В этом наборе есть не только сама приставка с картриджем, но и телевизор. Он тоже интерактивен и симулирует уровень из Super Mario Bros. 1985 года. Третьим результатом сотрудничества двух корпораций стал куб из мира Super Mario 64. Прекрасный конструктор, образец инженерной мысли и дань уважения старым играм и консолям. К сожалению, в России Nintendo 64 не была особо популярной из-за высокой стоимости. Но спустя годы многие смогли прикоснуться к ее играм и понять их очарование. Поэтому, если вы не играли в Super Mario 64, этот набор сможет вас порадовать. Тем временем, наборы аксессуаров серии LEGO Super Mario продолжали множиться. Но они не сильно представляют интереса. Нужно или собирать все и пытаться сделать такое огромное бесшовное грибное королевство. Ну или у вас получится просто несколько избранных LEGO островков. Но останавливать выпуск действительно больших и крутых наборов LEGO и Nintendo даже не собирались. Следующим был могучий Баузер. Мимо такого просто невозможно пройти. И вот я не смог. Этого красавца я собираюсь собрать на стриме. Может быть даже на нескольких стримах, потому что он действительно огромный. Так что подпишитесь на наши все такие соцсеточки. Например, на ВКонтакте, Дзен, Телеграм, ну и Бусти. На Бусти мы теперь не только выкладываем какой-то эксклюзивный контент, но и дублируем контент, который выходит на Ютубе в открытом доступе. Там удобный плеер и действительно удобно смотреть. Ну а если вы хотите поддержать нас рублем, то вот эти прекрасные люди. Вы можете оказаться в этом списке, подписавшись на нас платно. Также вы сразу автоматически попадаете в наш Бусти-чат. Многие ради него только и подписываются. А также имеете возможность участвовать во всяких розыгрышах. А также, когда выходит журнал «Навигатор игрового мира», получать его раньше всех с бесплатной доставкой по России. Но вернемся к Баузеру. Огромный, красивый набор с главным антагонистом Марио. На самом деле его интересует то же, что и любого Скуфа. Баузер соскуфуфузировался на альтушках-принцессах. И его не остановить. А как вы относитесь к альтушкам? Ну а самым свежим набором по Супер Марио оказалось растение пиранья. На ютубе уже начали появляться ролики, в которых люди автоматизируют данный набор, чтобы он чавкал и шевелился. Выглядит настолько забавно, что нам уже хочется самим сделать что-то подобное. Из наборов, которые только хотят увидеть свет, тоже стоит кое-что отметить. Например, нам хотят сделать серию наборов по Зельде. Например, дерево Деку. Особенностью которого будет две вариации сборки. А еще на полках в этом году появится диорама Марио, верхом на Йоши и Супер Марио Ворлд. Мы закончили с большими наборами, которые интересны, как правило, коллекционерам. Но впереди у нас несколько дополнений и новые горизонты. Да-да, вы не ошиблись. Появились наборы по Animal Crossing. Но вот беда. Эти небольшие наборы выглядят как аксессуары к Марио. Оно и понятно. В разработку всех деталей конструктора вложены огромные деньги. Но понять ценность по силе не каждому. То же самое касается наборов по Donkey Kong. Это не может быть самостоятельным набором. И очень жаль, что Лего пошла по пути заработка на фанатах. Коллекционерам это будет, скорее всего, не интересно. А маленькие дети предпочтут большую коробку маленькой. Но, скорее всего, это входит в условия коллаборации. А вот такой обзор наборов Лего и Нинтендо получился. Если вам понравилось, лайк обязательно. Подписка на Boosty рекомендуется и в приоритете. А мы остаемся с вами на связи. Надолго не прощаемся. А вот здесь вот еще раз посмотрите на прекрасных людей, благодаря которым мы выпустили этот ролик. Спасибо, что поддерживаете еще раз нас на Boosty. И обязательно, обязательно подписывайтесь на наши соцсеточки. Я хочу выделить парочку вечеров. И вместе с вами, возможно, пригласив какого-нибудь классного гостя, собрать вот этого товарища. Ну, а если вы просто Лего-блогер, или, возможно, хозяин магазинчика Лего, или возите это Лего самое параллельным импортом, то я с радостью на стриме соберу не только баузера, а еще какой-нибудь набор. Например, вот такого маленького баузера мне прислала наша Настя из Германии. Он очень классный. Как и вы, наши зрители. Пока-пока. Пока-пока.